Всем привет, друзья! Если вы включили свой телевизор для того, чтобы узнать, куда нужно прикладывать подорожник, чтобы навсегда избавиться от геморроя, скорее всего, вам придется переключить телеканал. Хотя нет, не надо, нам важен каждый зритель. Поэтому мы обязательно в следующий раз пригласим сюда Геннадия Петровича Малахова, свяжем его, оттянем от его любимой банки с всем известной жидкостью и сделаем все, чтобы он вам рассказал о главных секретах, которые вам помогут в вашей жизни. Но пока абсолютно бесполезное шоу для вашего организма, оно может привести только позитивные эмоции, которые, естественно, приносят смех. Смеха сегодня, я надеюсь, будет достаточно, хотя у нас встреча с такой достаточно серьезной гостьей. Я вообще не понимаю, о чем я говорю, потому что я даже не представила себя. Вообще тысячи извинений, друзья, вот тысячи извинений. Меня зовут Юля Паго. Поймите, это мой первый эфир на телеке. Меня, в принципе, раньше терпели только на радио. Довольно долго, надо признать, выгнали оттуда за то, что я в прямом эфире ругнулась матом. Поэтому здесь я буду стараться держать себя в руках, чтобы люди, которые доверили мне этот прямой эфир, не пожалели об этом окончательно. Кстати, заранее тоже тысячи извинений всем руководителям канала, продюсерам. И спасибо за то, что вы все-таки решились поставить меня в этот кадр. Я еще могу добавить, ну, поскольку сегодня у нас такой ознакомительный эфир, что поскольку я работала на радио, я, честное слово, абсолютно не понимаю, каким боком поворачиваться, чтобы выглядеть более стройно и красиво, как вот телеведущие делают, как Виктория Лопырева. Она всегда так стоит, вот так, знаете, и она точно знает, что именно в такой позе она смотрится хорошо. Вот я понятия не имею, как я выгляжу хорошо или не очень, потому что, на мой взгляд, все, чтобы я не показывала, будет так себе. Поэтому, друзья, привыкайте ко мне обычно. Я сегодня накрасилась, чтобы вас не пугать, но я считаю, что ведущий должен сделать так, чтобы его полюбили уродливым, потому что если его полюбят уродливым, значит, будет вполне нормально, если он придет на эфир в следующий раз не накрашенным. Я думаю, что достаточно уже знакомиться, всем пять, вот прям, а вот так нельзя делать, я знаю, но я сделаю. Всем привет, и я напоминаю, что здесь прямой эфир, можно позвонить, можно даже сказать мне что-нибудь неприличное, наверное, о, нет, этого нельзя ни в коем случае, а то это будет мой последний эфир здесь. Но телефон 276 29 49, я сейчас смотрю чуть выше камеры, потому что тут шпаргалка, сразу рассказываю, код 495, и мы обязательно разыграем пригласительное на Quest Pistols Show, масштабное шоу, я чуть позже расскажу о том, что это будет, и еще обязательно приглашу в гости сюда человека, которого вы все наверняка будете очень-очень рады видеть. Вообще, по статистике, мужчинам, как оказалось, нравятся не блондинки. Вот многие считают, что гидроперид их сразу приведет к куче поклонников. Фигушки! На самом деле, если вы хотите, чтобы в вашей жизни появилось много мужчин, я сейчас, конечно, не к мужчинам обращаюсь, вы понимаете, да, а все-таки к женщинам, если вы хотите, чтобы появились мужчины, то красьтесь в рыжий цвет. Оказывается, мужчины в своих фантазиях видят рыжеволосых бестий, а не прокрашенных блондиночек или умненьких шатеночек и брюнеточек. Вот так. И, соответственно, для этих мужчин, а также для некоторых женщин в ближайшее время мы познакомимся, наверное, с самой такой яркой, воздушной, загадочной дивой нашего шоу-бизнеса. Ирина Забияко, группа Чили. Через некоторое время здесь на Юмор ТВ. Ну и уже буквально через несколько секунд мы здесь пообщаемся на самые разнообразные темы. Если у тебя есть что сказать, обязательно заходи в официальную группу Юмор ТВ ВКонтакте и пиши свои вопросы. Окей? Ну, все? Я думаю, что на эту секунду все. Еще раз напомню телефон. 276 2949, код 495, если есть что сказать. Call on me, baby. Call on me. Еще раз привет всем, кто только-только присоединился к нашему движению. И, соответственно, хотелось бы напомнить и сообщить, если вдруг вы не знали, кто здесь рядом со мной. Это солистка группы Чили Ирина Забияко. Я честно скажу, помню, что Новый год и в постели. Вот у меня две ассоциации с тобой. Вот если Новый год и в постели, сразу у меня первая ассоциация – это твои рыжие волосы и фотка из одного очень известного мужского журнала. Надо признать, что это были первые фотки, которые я вырезала из этого журнала, когда мой парень его купил. Ну, это комплимент тебе, конечно. А чего он будет пялиться, извини меня? Конечно, я, конечно, могла вместо твоего лица вставить собственное, понимаешь, чтобы как-то и сравить ситуацию. Но поскольку это такой умелый руки, кружок не для меня, я просто вырезала. Но на самом деле, вот ты смелая девушка. А что с парнем? Парень нормальный, от чего? До сих пор рядом. Но уже другие журналы смотрят, уже без меня кто-то другой там вырезает, понимаешь? Все, ты мне объясни, как ты решилась на такую фотосессию? Потому что ты же действительно очень смелая. Ну, во-первых, это здесь не я решала, это решал больше продюсер, потому как я вообще человек далекий от того, что нужно было делать в шоу-бизнесе, как нужно работать, что нужно делать, кроме как просто то, что ты пишешь песни, их исполняешь и ездишь на концерты. То есть есть продюсерская система, которую они сами там разрабатывают по каким-то своим подсчетам, что нужно, что не нужно. И как бы фотосессии, заметь, это делают практически все известные девушки. Ну, что удивительно, в России это делается все за бесплатно. А там за деньги, там за бабло сразу, за Россию. Да-да-да-да. Вот, ну, как-то так вот, был такой вопрос, а давайте снимемся? Ну, давайте снимемся, в принципе, ничего страшного в этом нет. Нет, ты знаешь, там не то, что ничего страшного нет, там все шикарно. Вы знаете, я буквально недавно, случайно, вот когда ты заходишь на мейл, там читаешь свою почту, периодически какие-то таблички летают. Вот, и там такое последнее замечательное новое, где Кира Найтли снялась без фотошопа. Да. То есть вот, что я хочу сказать в отношении этих всех журналов, это то, что то, что вы в них видите, это не соответствует действительности. Поэтому зря ты отрезала. Я буду представлять и надеяться, что там все у тебя так, как в журнале. Понимаешь, все-таки мне хотелось бы думать так. Но на самом деле Кира Найтли, конечно, молодец. Она прекрасно понимает, что у нее нормальная грудь, ничего не висит. Поэтому она, конечно, такая встала. Ой, фотографируйте меня без фотошопа, напишите, что это без фотошопа, что вот у меня все так. Ну, понятно, если бы у нее, знаешь, висела до пупа там и опоясывалась сзади. Ты посмотри, подожди, на общество, да, женщины бывают абсолютно разные. Вот я, например, когда занимаюсь в зале, да, в спортивном, вот для меня, например, гораздо женственней выглядит девушка, не у которой кости торчат с разных сторон, да, а нормальная женщина. И вот здесь вот имеет огромное, не фотошоп имеет, не фотошоп делает красоту женщины, а правильный цвет. Вот ты порой даже сама подходишь к зеркалу, да, вот при определенном свете верхнем у тебя сразу мешки какие-то, вылазят носогубные складки. А когда ты стоишь при нормальном ярком освещении, солнечном, вот заметь, зимой, осенью у всех лица серые. А весной, летом, ну не страшные, но просто свет имеет значение огромное. Вот я буквально недавно познакомилась с замечательным фотографом, мы с ней поработали. Она вообще работает без гримера, она работает без света такого вот искусственного, она работает только при дневном освещении. То есть ты за естественность? Я вообще всегда принято. Тогда у меня для тебя еще новость. Значит, новость для тебя, естественно, для всех наших телезрителей. Тут такая ситуация. Все мы знаем звезду, которую зовут Кончита Вурст. Ты понимаешь, что такое Кончита Вурст? Не знаю. Ну, вот ты когда увидишь девушку, такую очень красивую, с бородой, ты поймешь, что это Кончита Вурст. Вот она вот Кончита. Кончита Вурст, да. И, соответственно, Кончита в одной из социальных сетей устроила настоящую истерику. Знаете, такую женскую истерику? Просто вот, ну, действительно, жалко человека. Я не могу сказать, девушка или мальчика, но вот кого-то жалко. И вот она пишет, мой парень со мной разругался, потому что он просит меня сбрить бороду. А я считаю, что это насилие над моей личностью. Я считаю, что это недопустимо заставлять вот меня сбривать бороду только потому, что там ты со мной. Он должен любить меня такой, какая я есть. И, естественно, все поклонницы Кончиты, значит, в этой социальной сети, все тут же абсолютно ее поддержали. Написали, Кончита, мы с тобой все, значит, будем поддерживать тебя, знаешь, чем? Перестанем брить подмышки и ноги. Вот у них такой Димаш, понимаешь? Ну, потому что, а что это? А что это? Вот мужики не бреют, мы их любим с волосатыми ногами. А они нас должны любить исключительно с бритыми. Почему? Не обязательно. То есть, ты все-таки действительно, ты считаешь, что вот зима наступает, и девушки перестают брить ноги. Ну, то есть, вот честно, ну, представьте, мне нечестно. Я, знаете, я когда в свое время работала в Калининграде, когда у меня было лет 18, в Сотласе школы, я работала парикмахером, я замечала такой закономерный, то, что женщины, они приводят нормальные женщины. Не женщины публичные, не женщины там, а рабочий класс. То есть нормальные женщины, настоящие женщины, естественные. Ну, такие, которые не бреют и не бреют. Приводят себя в порядок весной на Новый год. А, то есть, все-таки надеюсь. Вот примерно, а что отсюда следует? Что нормальная женщина, она приводит себя в порядок, что касаемо педикюра, то уже весной, летом. Понимаешь, да? То есть, мне кажется, что как бы любят люди не за внешность в любом случае. Любят люди просто за то, что есть вот такой вот человек с бородой, но и без бороды. Ну, то есть, Кончиту Вурс ты бы поддержала тем, что вот действительно... Кончиту Вурс не поддержала бы, в принципе. Нет, ну, понимаешь, но ежедневно... Потому как я, если бы это был человек мой лично знакомый, да, с которым я стояла бы, разговаривала бы, сидела бы в кафе, пила бы по чашечке кофе, там, раз в неделю хотя бы. Ну, можно сказать, я бы дружила бы с человеком. То, мне кажется, даже здесь неуместно было бы поддерживать подругу волосатыми ногами. То есть, если тебе это близко, ходить с волосатыми ногами, то можно, конечно, поддержать. Но если не близко, то зачем это? А Мадонна, она же вводит новый тренд. Понимаете, что вот на самом деле смотреть за Мадонной очень интересно, потому что то, что она показывает, потом уже через годик или через два подхватывают все. Так, новый тренд Мадонны в том, что она сфотографировалась вот так, да, то есть у нее есть такая фотка, она вот так стоит. Разница только вся в том, что у нее вот здесь вот такой вот, ну, пучок. Ну, такой естественный, ну, вот естественный такой хороший рыжево-черноволосый, она же у нас, в общем, итальянка, поэтому у нее с темным цветом хорошо. Вот такой вот пучочище, понимаешь? И она считает, что вот сейчас все начнут отращивать, и даже некоторые научились там делать какие-то татуировки, выбривать какие-то знаки вот на вот этих вот. Как ты думаешь, это в моду войдет, или все-таки это исключительно эпатажный выход Камадонны больше ничто? Да, мне кажется, это есть у нас. Да ты что? Мне кажется, это нормально, но не все же бреют. Нет, я видела это на пляжах Анапы в 89-86 году. Нет, ну подожди, ну ты, например, Придсак, Придсак вот до сих пор существует на Чукотке, а вот эти вот племена, я думаю, что никто там от них не бреет. Нет, ну понятно, потому что они используют волосы, как, понимаешь, утепление. У них волосы на ногах это валенки природные, то есть тут совершенно другая история, специфика другая. Но все-таки женщины, они должны как-то вот ухаживать за собой ради мужчины. Ну кто-то ведь внес эту моду в свое время, то, что нужно бороться против природы. А значит, бородатым женщинам убирать бороду и усы. Кстати, да, друзья, я вот сегодня могу сказать, что у меня все поблило. Например, убирать волосы на частях тела тех, где они должны, теоретически, расти. Это же тоже в свое время было модой. И вот интересно вот заглянуть туда и увидеть вот это вот, когда пришла первая с побритой подмышкой. И вот это все общество, у которых они были небритые, вот как они среагировали. Понимаешь, я думаю, что они примерно среагировали так же, как мы сейчас реагируем на обратное, на то, что оказывается, можно волосы вернуть и отрастить. Хотя я сомневаюсь, что у Мадонны там растут какие-то волосы, потому как я думала, что там уже все удалено настолько, что это просто был приклеенный бучетик. Но самое интересное, что вот нетросексуалы, назовем их так, не считают, что и мужчинам тоже нужно брить ноги. Что это неприлично, внимание, неприлично, когда летом в шортах мужчина с небритыми ногами. Друзья, мы бы очень хотели услышать ваши звонки, на самом деле, по этому поводу, стоит ли мужчинам брить ноги. Это очень важный вопрос, а поймите, действительно, стратегический. Ир, ну согласись, интересно, но действительно, нужно ли, может быть, мы мучаемся, так пусть и они тоже. Зачем мучают мужчины-то? А что это нас мучают? Ничего себе, какая она добрая. Она каждый день... Меня как-то не мучают. Нет, ты нормально, тебе это комфортно, вот с восковыми полосками. Нет, почему пловцы, пловцы сбривают все волосы на теле. Да, ладно, прям все-все. А, там, чтобы как-то трение не было? Да, 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 там определенный есть момент. Ну, а мне кажется, что зачем? Это красиво, это как-то мужественно выглядит, например, у меня моя танцовщица в коллективе, она не может ходить в бассейн общий, я понимаю, в спортзале, потому как она говорит, Ир, я не могу там плавать, там пловут мужчины с волосатой спиной. Ну, то есть, они линяют женщину. Знаете, если честно, я на это даже внимания не обращаю. И вот ты вот этому мужчине скажи, полиняется отчасти? Метросенсуала бы ему сказали, а побритные ноги, вот ты представляешь, да, у него, значит, ноги побритые, а спина волосатая. Нет, ну, знаешь... Это значит, надо все удалять. Нет, ну, как-то... Можно сердечко сделать. Мужчина, как говорил мой брат, когда я была маленькой совсем, маленькой мне было для тем, он говорил, он меня называл всегда очаровашкой, а я его тоже как-то вот наподобие очаровашки, околдовашка, что ли? А он мне говорил, нет, Ирочка, девочка должна быть красивой, а вот мужчина должен быть чуть-чуть лучше обезьяны. Ну, ну, самое лучшее. Вот на этой позитивной ноте, я думаю, мы как-то сменим вектор направления вообще, в принципе, нашего общения в другую сторону, отведем от волосатых ног и прочих мест, и пусть нам в этом поможет Северный ветер. От Чили на Юмор ТВ. Друзья, здесь зажигаем по полной вместе с Ириной Забиякой из группы Чили, и поскольку она Забияка, хотелось бы выяснить, ты вообще человек конфликтный или нет? Ну, то есть, ты можешь вмазать человеку, если он тебя раздражает? Ну, вообще, скорее нет, чем да. То есть, если, например, ну, допустим, ты, ну, там, человек тебе скажет какую-нибудь гадость, ты постараешься, так сказать, ха, и отойти. Нет, ты знаешь, вообще, на самом деле, когда ты сам по себе неконфликтные гадости не говоришь, что таких людей не притягиваешь, я как-то не притягиваю людей, которые бы сказали бы мне в лицо вот так гадость какую-нибудь. Либо я их просто не слышу. А соседей ты своих слышишь? То есть, вот подожди, именно в твоем доме нет человека, который ночью передвигает мебель, работает перфоратором в воскресенье и громко занимается... Ты знаешь, как вот Мойт сказал, он просто, вот мы как раз вот насчет перфоратора замечательная вещь. Значит, мы проснулись в свое время от звука дрели. Сначала он пошел, включился с этим свет просто. Знаешь, так, выключаешь. Была тишина. Ну, конечно, он раздражает, но он просто, знаешь, мне сказал, блин, какой-то все-таки гениальный человек. Я сначала как бы так раздражался, говорю, давай, может быть, там позвоним, попросим, ну, все-таки спит, ребенок спит. Вот. А потом он в итоге видит такую картину, он уже встал, он спать не мог, он пошел на кухню пить кофе, а он видит, что я пошла, залезла в дорожную сумку, достала, беру уши, вставла уши и легла дальше спать. Он говорит, боже, какое гениальное решение, никаких конфликтов. А по ночам ты ешь? Ем. Ну, то есть, вот у тебя бывает так, что ты вот голая абсолютно? Да, прости, ну, как-то нам надо понимать, что нам надо сделать так, чтобы мальчики тоже подключились к телеприемнику, да, и как-то их притянуть, тем более после того, как ты их уже завлекла фотками в известном журнале. Вот, расскажи, давайте сейчас все представим, давайте сейчас все включим фонталь. Значит, вот бывает такое, что вот Елена Забияка, 3 часа ночи, абсолютно голая, у холодильника, смотрит, что бы сожрать еще? Вот, бывает такое? М-м-м. То есть, ты, ну, в принципе, вот такой уникальный человек, у которого после 12 аппетит не просыпается. Нет, после 12 аппетит просыпается, но абсолютно голая, ты чего мне идти к холодильнику? А, то есть, ты все-таки голая и не ходишь по квартире? Ну, редко. Но ходишь. Но мне дискомфортно. Ну, твои соседи... Все-таки, знаешь, люди, как бы они, которые приходят в гости, они садятся не голые на мой стул, понимаешь? И я не могу сесть абсолютно без одежды на стул. То есть, мне важно, чтобы все было стерильное. В этом плане очень человек хист. Понимаешь, сколько людей сейчас разочаровалось? Поэтому, по крайней мере, трусы какая-нибудь майка нам не всегда будет. Сколько людей, твоих гостей, сейчас разочаровалось. Они садились на этот стул, надеялись, понимаешь, с надеждой. Да, своих вот микробов туда сажали, понимаешь, даже я сама же прихожу в джинсах с улицы, я села. И плюс, когда у тебя все-таки дома ребенок, у тебя всегда куча что-нибудь, знаешь, что-то роняется на эти стульчики, там, кефир проливается, еще что-то. Ты постоянно это все вытираешь. Как бы абсолютно голый. Я могу выйти к холодильнику, если мы действительно вдвоем и где-то отдыхаем, но не в квартире. В Австралии набирает популярность новое реалити-шоу. Ну, в общем, это примерно как то самое реалити-шоу, которое есть у нас на одном из каналов. Я думаю, что мы все знаем, о каком идет речь. Хаусту, вот, если в переводе, то там примерно все то же самое. Парни и девочки знакомятся друг с другом на острове, но приходят туда изначально абсолютно голые. Вот полностью все реалити-шоу построено на том, что все участники там стопроцентно голые. И считается, что таким образом люди, которые вот видят сразу же человека голым, как бы нечего скрывать. У них нет никаких психологических комплексов, каких-то проблем, барьеров. Они вот сразу вот такие, какие они есть. То есть, они вот, в чем мать родила, вот как тебя природа создала, такой я и предстаю перед, соответственно, там второй половинкой. понятно, что по мужчинам, зато сразу понятно, кто из девушек им нравится, да, то есть, или не нравится. Там сразу видно просто, как они приветствуют слабый пол. А вот девушки, ну я вот, честно говоря, не очень представляю. На острове ходишь, голый, на тебя все смотрят. Ну ты вот могла бы, например, если бы твои продюсеры, мы сегодня говорили об этом, что они... Ты могла бы согласиться с таком принципу сейчас? Нет, ну простите, такое же мы не предложили, во-первых, это уже совсем жутко. Окей. Во-вторых, есть люди, которым это... Для которых это естественно, в конце концов, есть те, которые любят мудистские пляжи, где не просто ты один пошел где-то, лег там за холмом и загораешь голый, где они в большой компании загорают, и при всем при этом, что удивительно, умны, они не вызывают друг у друга сексуальных эмоций. Абсолютно. Кроме того, что если кто-то пришел, новичок, и это вызвало у него сексуальные эмоции, его выгонят из нудистского пляжа. Поэтому они здесь лежат не для того, чтобы, простите, сношаться, они здесь лежат для того, чтобы загорать, для того, чтобы просто ощущать себя свободно, без одежды. Для этого... И вот как бы есть такие люди, для которых это естественно, и для которых, вот понимаете, проходящая обнаженная женщина или обнаженный мужчина не вызовет никаких эмоций. А вот для дикарей, соответственно, или для людей более моральных, да, вот это вот все, оно будет ненормально. Вот я, например, отношусь все-таки к этому типу людей. Для меня я бы не смогла бы. Я, например, мне даже тяжело порой в общих раздевалках переодеваться, мне дискомфортно. Я сама стараюсь не смотреть ни на кого, и мне как бы дискомфортно, что кто-то может на меня смотреть. Я на всех глазею, я как в раздевалку захожу, это прям что-то невероятное. Стою, знаешь, мне так стыдно, я понимаю, что я стою, думаю, ой, какая пупа, ой, я вот, я, ой, я думаю, боже мой, господи, Юля, о чем ты думаешь? Мне очень стыдно, поэтому с тобой мы в раздевалку не пойдем. Нет, ну серьезно, ну а что? Ну есть такая возможность, понимаешь, все мужики завидуют девушкам, потому что они там в раздевалку могут уже сказать. почему все сразу? Ну не все, естественно, есть те, которые не завидуют, да, и которым вообще, в принципе, женское тело не очень интересно, но мы так и говорим. Я могу сказать, что, естественно, за определенный гонорар, мне кажется, что любой человек, вот это мое мнение, честно, любой человек согласился бы поучаствовать в таком телешоу. Вот ты считаешь, что моя позиция аморальная, и я не права, и это вот в принципе нет. Или все-таки действительно... Завидеть, для которых первичные деньги, понимаешь, вот... Можно построить детский дом, например, на эти деньги, а ты всего лишь голый походила там. А ты немножко не те деньги. Вот понимаешь, вот бывают моменты в жизни, когда у тебя там действительно кто-то находится при спарте, да, и тебе предлагают, и это поможет ее спасти, конечно, в этот момент человек переступит. Кто-то переступит просто для того, чтобы купить квартиру себе, да, и заработать денег, смотря какие при этом используются цели. То понимаешь, то есть вот мне вот так вот и толкают деньги сейчас, когда у меня все здоровы, я не пойду. Не пойду, потому как, ну, мне это не близко. Если это будет единственным выходом из ситуации, ну, вот как бы мы вот так вот говорим, если бы докапы, но в принципе, для меня не первичные деньги в этой жизни. А для тех, для кого первичные, да, это тоже как бы хорошо, это цель у людей заработать деньги у всех за свои цели. Кто-то хочет на горе сидеть медитировать, а кто-то хочет, понимаешь, дворец все построить. И у обоих это нормальный, но вот они пойдут голыми. А ты нет? Нет. А если бы тебе предложили, например, съесть что-то совсем противное, ну, допустим, за, это ужасный вопрос, ну, просто вот, ну, допустим, тебе надо было бы откусить попу какого-нибудь там, какого-нибудь, какой-нибудь личинки, задницу личинки, съесть, ну, например, за, допустим, 200 долларов. Ты бы согласилась? Нет, Хорошо, окей, давай повысим тысячу долларов. Да я бы не откусила бы за миллион солнышка. Слушайте, я бесплатно бы съела, я серьезно бы. Съела бы? Да, конечно, съела бы, я вон в Таиланд ездила, так там эти личинки на каждом углу продаются, я еще деньги за это платила, чтобы сажать задницу личинки, понимаешь, тебе деньги? Ну, мы воспитаны по-другому, я, например, воспитаны. Для меня это омерзительно, это, знаешь, равносильно съесть, там, не знаю, вот хоть мы ходите, вот личинку, понимаешь, ну, это примерно то же самое, понимаешь, это все, ну, никто, во-первых, ну, по-честному, никто не дадут им денег, понимаешь, 200 долларов дадут, ну, ты просто съешь бесплатно, вот поэтому, а так за 200 баксов съела бы, ну, Боже мой, как я сейчас жалею только об одном, что у меня нет личинки, я не могу это проверить, нет личинки, нет 500 долларов. я бы ее на руки, возможно, взяла бы только за миллион долларов, за миллион? У меня реально омерзение, но, как бы личинка, это ладно, вот пауки, это для меня вообще как марый узор. Паукам вернемся чуть позже, а прямо сейчас, Бьянка, звук? Воу-воу-воу-воу-воу, все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все, если вдруг вы убегали во время рекламы или клипа там к холодильнику, ну, может быть, чаю себе налить или что-нибудь еще, сейчас время возвращаться, быстрее-быстрее-быстрее-быстрее-быстрее сюда, потому что вместе с нами по-прежнему Ирина Забияка из группы Чили, вы можете узнать все ее секреты в ближайшее время, потому что я собираюсь устроить Блиц-вопросы. Ты любишь отвечать на Блиц-вопросы? Да, я как-то и люблю, и не люблю, но все равно. На них нужно отвечать вот прям вот очень быстро. Ну, хорошо. Прям быстро-быстро-быстро. Во-первых, вот такой вопрос. Стала бы ты дружить со своим двойником, или ты подумала, что, ну, в общем, не очень человек? Не знаю, потому что зависит от двойника, а не энергетика. Он и по характеру такой же. Не знаю. Не знаю, я же дружу с собой в жизни. А, все-таки дружишь, да? Сама с собой, как бы. Если мне само с собой не скучно, понимаешь, значит, я бы дружила бы со своим двойником жизненным. Ага. Клоном, можно так сказать. Слушай, я себя все время посылаю. Мне все время все не нравится. Это пройди, да. Храницы, да? Мне, например, ну вот, я серьезно... И тогда ты не будешь в спортзалах смотреть, и говоришь, какая попка, а здесь какие надо. Ну, понимаешь, у них попка, потому что, а у меня велосипед. Ну, посмотри, вот реально, вот мне все говорят, что у меня сзади седло, понимаешь, для лошади. И что, я вот должна относиться к этому позитивно? Любить нужно всегда. Да? То есть, если дружить для лошади, то я должна любить. Хорошо, ладно. Я буду стараться все-таки с этим как-то работать. Вот вопрос. Если бы ты могла быть невидимкой, то куда бы ты пошла в первую очередь? Вот представь себе, невидимка вообще тебя никто не видит. Ну, я была уже невидимкой. Была невидимкой? Ну, конечно. Когда ты интересуешься астралом, у тебя есть возможность выходить туда, куда ты ходила? Я далеко на самом деле не ходила, потому как меня спугнула очень такая глобальная вещь, после чего я больше этим не занималась. Но, в принципе, ты знаешь, самое главное, если вы действительно все хотите быть, как говорится, невидимками, главное, цель, с какой вы хотите. Ну, цель, для чего вы это хотите? Позаглядывать к чужим людям в окна, посмотреть, как живут ваши бывшие и так далее, или посмотреть, какой кот там отцепил того-то, да, чтобы в таком случае у вас не получится быть невидимкой, скорее всего. Если вам просто любопытно посмотреть мир, а то их даже больше, чем мир вылететь куда-нибудь, то здесь как бы возможность астрального путешествия, как мне кажется, дана для любого, кому это интересно. И поэтому, если бы я была невидимкой, солнышко, знаешь, что я бы, наверное, скорее всего, сделала, если бы мне шапочку вот так вот отделала за 30 минут, я бы периодически в своей жизни исчезала бы. В принципе, совсем? При этом оставаясь в этом же помещении. Просто для того, чтобы побыть одной и как-то собраться с мыслями. Я могу сказать, что... Вот если бы ты была невидимкой, значит, я бы... Слушайте, мне сейчас так стыдно, мне вообще все время стыдно. Значит, я сейчас скажу то, о чем думают все. Я пошла бы в ювелирку, взяла бы какую-нибудь себе дорогую штуку. А так видели бы, что, знаешь, невидимой рукой ты тащишь. Невидимой рукой? Тихоточку, да. Нет, ну честно. Тогда тебе надо было снять с себя шапку. Лучше вот так одеть шапку на ювелирку, она бы сразу стала невидимая, и потом шапку так раз с собой... Меня все время на преступление тянет. Я понимаю, что вот действительно... Во-первых, я бы, конечно, я бы обязательно походила бы по квартирам, посмотрела, чем занимается народ, послушала бы чужие скандалы. Потому что первым делом, у меня соседи золотые. Я серьезно говорю. Они ругаются каждый день, каждый вечер. У меня развлечения. Я насыпаю себе там гору попкорна, беру кружку, понимаешь, радостно совершенно, как старая бабушка, развлекаюсь тем, что слушаю, а что там опять орут мои соседи, понимаешь? И самое главное, всех моих друзей я тоже на это подсадила, и мы теперь даже, в принципе, уже разделились на два лагеря. Один поддерживает жену, понимаешь, которая орет, что ты, козел, деньги не зарабатываешь, не приносишь в дом. А другой поддерживает мужа, который говорит, а что, на последние деньги шубу 200 тысяч, нормально было, а? Бахнуть. Вот, кстати, у тебя были такие моменты, когда, например, денег совсем нет, а ты увидела что-то такое? Вааа. И вот все, и все деньги. Прям все вот. И запросто, и вообще не жалею никто деньги. А на себя вот легче тратишь, чем на других? На себя нет. На себя жалею. На людей нет. На людей не жалеешь? Не обратно. Да, мне как-то для себя, я пару задумываю, со мной или первично это надо, может быть лучше. То есть мне проще, например, задарить ребенка. Вот как-то так вот всегда. А какие три вещи ты взяла бы на необитаемый остров? Ой, семью свою. С котом и попугаем. Кот, попугай, все здесь. Друзья, я напоминаю, извините, вылезу вот так на секундочку, я напоминаю, что у нас есть пригласительные на Quest Pistols Show, и это масштабное шоу танцев, 15 ноября, известие Холл, ты должен это увидеть. И увидит кто-то это совершенно бесплатно, между прочим, потому что у нас есть звонок. Я уже даже не помню, какой вопрос мы задавали, поэтому просто поговорим с человеком. Алло! Алло! Привет! Как тебя зовут? Антон. Антон, что ты видишь сейчас перед собой? Вас двоих вместе стоящих на телевизоре. А если повернуться налево? Если повернуть налево, тут лежат коты. Окей, тогда еще один вопрос, что ты ел сегодня на завтрак? А я еще не ел. Да ладно, ты голодный? Антон, как я, я тоже не ел. Антон, голодный Антон. Антон, ну, ты помнишь, какой вопрос мы задавали, потому что мы не помним? Нет, нет, не помню. Окей, тогда давай прямо сейчас пять слов на букву «Р». Ассоциации, какие пять слов на букву «Р» приходят тебе в голову первыми? Поехали! Быстро, не думаем! Ракета, робот, резак, рабочевалка и опять ракета. Слушай, ну с ракетами у тебя явно какие-то отношения свои. А вот расскажи нам, что такое рабочевалка. Это, я хотел сказать, врач, но понял, что там просто буква «Р» есть. Но с «Р» не начинается. Рабочевалка, ты знаешь, если бы психолог послушал тебя, он бы дал тебе совершенно четкий диагноз, по твоим словам. А диагноз такой, парню все равно, что говорит, лишь бы попасть на шоу «Quest Pistols». И это очень хорошо, потому что именно такие люди, в общем, нам сегодня и нужны были. Дружище, я тебя поздравляю, у тебя теперь есть такой билет. Может, ты ему скажешь такую хорошую новость? Оставайся на линии. Вот через несколько секунд очень-очень девушка с таким, ну, сексуальным голосом. Это дополнительная услуга в нашем шоу. Она тебе расскажет, как забрать этот билет. И я напоминаю, друзья, что «Quest Pistol Show» это масштабное шоу танцев. 15 ноября, «Известия Холл». Ты должен это увидеть. Опа! Вот все, считай, что это тебе улетело сейчас. Ура! Вот так, все. Бай, спасибо за звонок. Ну что, я, соответственно, продолжаю свои дурацкие вопросы. Верни, знаешь, я бы продолжила, но мало кто знает, что помимо того, чем я занимаюсь в обычное время, то есть веду свадьбы, корпоративы, юбилеи, друзья. Вот здесь вообще должен быть телефон, соответственно. Свадьбы, корпоративы, юбилеи. Потому что я, в следующий раз, сюда приклею, действительно, буду так вот, знаешь, стоять. Помимо всего этого, я еще иллюзионист. Вот. И, соответственно, хотела бы на тебе один трюк проверить. Могу? Да. Могу? Серьезно? Ты мне доверяешь? Доверяю. Доверяю? Нет, она так говорит, мне так стыдно, боже мой. Она так говорит, она стыдно. Вот. Давай, значит, прямо сейчас, так очень быстро я проверяю. Вот эти конверты я подготовила заранее, написала сегодня утром. Там есть ответы на твои вопросы, которые ты назовешь. Так, быстренько скажи мне. Так, ты знаешь, что у меня в руке? Нет. Абсолютно верно, друзья. Это именно то слово, которое я написала сегодня утром. Нет, друзья. Вот вы видите, да? Нет. Да? Все видели? Нет. То есть предсказание одно уже сбылось. Прямо сейчас, внимание, это очень важно. Сейчас действительно серьезная магия, поэтому я тебя прошу сосредоточиться. Быстренько загадай любое число до 100. И повторяй про себя так. 72, 72, 72. Это же 72? Нет. Это не 72? Не 7? Не говори. Это не 72. Друзья, это не 72. Мы все видим, и это тоже предсказание сбылось. И прямо сейчас любое животное, любое животное, загадай, думай, передавай мне в мозг, быстро, передавай мне в мозг, это животное, срочно. Какое животное? Ты загадала? Кто? Осел. Осел. И это именно то слово, которое написано на этом вот китайском иероглифе. То есть, друзья, осел мы тоже угадали. Спасибо, это была очень серьезная магия. Это была Ирина Забияка, Чили, Ржеволосая Бестия. Естественно, всех хотелось бы поздравить с Днем Бухгалтера, потому что это цветой праздник сегодня пришел в наш дом. Поэтому песня «О боже, какой мужчина!» это все равно не перебьется на праздниках бухгалтера. Но я надеюсь, что девушки, которые считают деньги, послушают и обязательно песни Ирочки, потому что, ну, должно же быть что-то такое воздушное и нематериальное хоть что-то в вашей жизни. Спасибо тебе огромное за эту беседу. Мне было очень с тобой интересно и приятно. и всем офигительного настроения. Друзья, если вдруг случается какой-то «Г», то поймите, после любого «Г» случается обязательно что-то хорошее. Это просто закон мира. Поэтому цените свое «Г» и знайте, что в ближайшее время оно приумножится во что-то замечательное. Верьте в это, и все будет хорошо. И главное, улыбайтесь, это всех раздражает. Еее!